Утро субботы. Сегодня должен быть удивительный и насыщенный день, чего не было уже с двадцатых числах сентября, скажем так. У меня оставалось и реально на ночь, и сейчас мы идём завтракать, и мы обе почему-то очень опухшие, и голоса наши не самые звонкие, но очень хочется сегодня, сегодня ещё солнышко, за счёт маленьких мелочей, которые придают тебе счастье, выкарабкиваться из всего вот этого вот. И вот просто то, что подружка осталась мне на ночь, или появилось солнышко, это уже такая маленькая щепотка счастья. Субтитры создавал DimaTorzok У меня соседка же съезжает и ищет короче людей. Те, которых нашли, чего-то не было. Ну все хипсты уехали, ну саду. Вот так вот оделся первый, снова ждёшь. И чтож, и чтож. Машенька, мы у нас клинкантитин, клинкантитин сандэй. Всем венексерам привет. У меня такие большие мешки под глазами. Идём завтракать с большими мешками под глазами. Праздновать нашу анниверсари. Анниверсари. Я не говорю, что я не хочу их, но возможно, были бы они моего размера. Праздновать нашу анниверсари. Анниверсар. Погода не столько чудесная. В последний раз я застала такую погоду в августе, где-то в середине августа. В сентябре. В сентябре была пара-тройка дней такого хорошего-хорошего. Хорошего-хорошей погоды. Я была в больнице в это время, и я просто из окошка вот так вот. Тепло-тепло. Вот. Сейчас, наконец-то, у меня есть такая роскошь, как насладиться этим, цепляться за вот такие вот моменты, как ликаря. Часто в фильмах, мне кажется, такую аналогию проводят. Стараюсь наслаждаться, восторгаться и замечать осень, что она есть, что желтеют, меняются листья. Поцелуи, объятия, касания друзей. Тоже нехилый такой якорек. Кофе. Не самый здоровый механизм якоря, ну что ж поделать. Ну и какие-то повседневные штучки. То есть сделать буквально только то, что от тебя зависит. Потому что всё, что происходит там, купила лампочку маленькую, потому что у меня сломалась моя... От моей оранжевой солевой лампы, без которой мне было очень плохо сутки. Один из якорей явно это солевая лампа. Сейчас в планах работать. Я не знаю, могу ли я об этом говорить. Наверное, могу. Это не слишком бессилетное что-то. Это не будет, наверное, сильно в соцсетях. Я сейчас рисую открытки для переводики на новогоднюю тематику. Это очень абсурдно звучит. И делать это тоже интересно, когда у тебя мозг буквально взрывается от... Очень плохое выражение. Мозг... Ну, так сложно работать. А сейчас думать о чём-то повседневном, обычном. А тут ещё я в новогоднем празднике. Нарисовала уже одну открытку. Их нужно три. И я подошла к этому очень ответственно. Чего раньше не делала. Потому что я рисую вручную, и на компьютере я даже сделала эскизы и цветовые палитры, каких я хочу это видеть. В общем, я очень горда собой. А вечером позвали в гости всех тех, кто остался в городе. Потому что ох-ах, но треть моих знакомых, мальчиков особенно, уехала. Как же я давно хотела болтать на фоне рисовальческого процесса. Давайте о якорях и немножечко о моём опыте. Постарайтесь отследить свои якоря. Что вызывает в вас искреннее, может, и тихое счастье. Что подпитывает и даёт вам силы. Это могут быть также одинокие прогулки по парку вечером. Готовка завтрака, пока все спят. Или просто чтение книжки перед сном. Штука в том, чтобы в моменте понимать, что это действие пробуждает в тебе лучшие эмоции. Чтобы этот момент не прошёл мимо вас, не стал чем-то быстро забытым и совсем не прожитым. Ну и, конечно, сейчас как никогда важно возводить в приоритет именно такие дела. Такие крайне просто замечать в себе боль, грусть, злость, особенно сейчас. Но постарайтесь уделять внимание и другой части эмоционально-чувствительного спектра, пожалуйста. Если с этим не сложности, то вы знаете, кому обратиться за помощью. К сервису подбора и видеоконсультации с психотерапевтами ясно. Конечно же. Я думаю, многие из вас знают о моём многолетнем опыте в психотерапии. Я не буду вдаваться в подробности. Тем не менее, на моём канале есть парочка-тройочка видео, посвящённые этому, если что. Но всё же хочется описать мой опыт парочкой слов. Комфортно, незаменимо и жизнеменяюще. Я сначала летом не нахожусь в терапии, но что-то мне подсказывает, что с недели на неделю я вернусь. Но типа несмотря на сколько я хорошо себя сейчас знаю и даже справляюсь неплохо, лишняя помощь никогда не помешает. Но ясно же, вам встретятся лишь проверенные опытные психотерапевтки, благодаря которым вы сможете подуспокоиться и понять, что мы все молоды, и у нас у всех примерно одни и те же вопросы к этой жизни. Все мы на одном сервисе с единой целью понять и принять эту жизнь во всех её проявлениях. Сессия же проводится по видеосвязи на сайте сервиса или через приложение, которое совсем недавно появилось у ребят. Оно удобное, доступно как на iOS, так и на Android, так что пройти консультацию можно в любое время и в любом месте. У сервиса также появилась парная терапия. Если вы хотите пройти её с партнёром или, допустим, родителем, то вы знаете, куда обращаться. 50-минутная индивидуальная сессия стоит 2850 рублей, а с промокодом АРИНА у вас будет скидка в 20% на любую первую консультацию при регистрации. ПОДПИШИСЬ! 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 Седьмой час Мне скоро выходить На Вечер с хорошими людьми И я все это время рисовала То есть я ела, я мылась Я смотрела сериалы попутно Ну то есть основа в том, что я рисовала Сколько я рисую сейчас? Часов пять? Супер! Но я понимаю, что я просто начинаю делать что-то О чем немножко жалею И наверное мне стоит остановиться Я буквально сейчас делаю что-то Мне явно нужно просто Отойти от этого рисунка Освышать взгляд, сфотать, показать рядне Потому что мы сейчас тоже с ней встретимся А мне нужно чужое мнение Я смотрю на это, я уже такая, ешкин кот Что-то странно, что-то странно Сейчас попути в гости Мне еще нужно зайти в их художественный магазин Потому что у меня кончилась бумага и желтая акварель Вообще вся моя акварель крайне Доисторическая Я более чем уверена Что вот этот желтый цвет Который мне закончился Года тринадцатого Мне кажется, я так говорили буквально десять лет Я забыла деньги Я надела куртку А карты где? Правильно В кожанке Само собой я уже не успеваю Скажу так, очень сложно Подобным ситуациям Не херачить тебе все настроение Я очень-очень постараюсь Быть вечером в хорошем настроении Это сложно Потому что ощущение, что все уже пошло не по плану А раз все пошло не по плану То все ужасно, отвратительно И смысл радоваться жизни Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, в жопу меня, конечно Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, в жопу меня, конечно Ну да, в жопу меня, конечно Происходит очень интересная штука Я себя чувствую апатично крайне И часть меня такая, типа Нам нужно работать, нам нужно идти за кофе Срочно домой, долго не гулять Не терять время А другая часть меня, которая знает Механизмы, благодаря которым становится лучше Такая, нам нужно идти в сад Нам нужно погулять Походить Без цели Это я делаю сейчас на автомате Я не хочу туда идти, но я иду Потому что знаю, что мне будет лучше Поэтому я иду в сад Я не особо туда хочу идти Но мой организм, мой мозг уже понимает, что Так, нам плохо, нам нужно ходить Нам нужно выйти из дома и бродить Вау Музыка 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 Пару слов, пока у меня не выключился фотоаппарат. Сижу, смотрю YouTube, пью чай, и я всегда удивляюсь, как в первый раз, что прогулки правда помогают ментальному состоянию, хоть и немножко, но помогают. И для меня всегда это такой шок. И интересно было, на самом деле, заметить вот эту вот разницу между двумя мышлениями. Одно было о том, что мне срочно нужно приниматься за работу, я ничего не успею. А другое на тему того, что мне плохо, поэтому лучше не пить сейчас большой фильтр и не работать, а все-таки позаботиться о себе в долгосрочной перспективе прогуляться. Я минут 10 пыталась понять, чего я действительно хочу. Ноги просто сами меня понесли в табрический, чему я очень рада, что я послушалась этого позыва. Так что сейчас спокойно буду приниматься все-таки за работу, уже без фильтра, потому что я выпила капучино на фундучном в саду, и это было очень хорошо. И это не было из-за разряда «я пью кофе, чтобы капитализм меня наградил за мою работу», а «мне вкусно и меня радует это». Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok